Несанкционированные называли биографическую книгу Амида Скобии Кэролэн Дюран Гарри и Меган «Обретение свободы», вышедшую в августе 2020 года. Однако, уже тогда многие отметили, что биография изобилует сахарными подробностями и выставляет герцогиню Сосекскую и ее супругу в весьма лесном свете. Затем выяснилось, что Меган Маркл, несмотря на все свои заявления о том, что она не общалась с авторами «Обретение свободы» во время подготовки книги к публикации, на самом деле плодотворно общались со Скобией Дюран. Она снабжала их фактами из своей жизни и личной жизни ее родственников со стороны отца. Единокровная сестра Меган, Саманта Маркл, уже назвала большинство из них ложными и готовит судебные иски в адрес герцогини Сосекской, как в США, так и Великобритании. А Меган предупреждают, в ближайшем будущем могут появиться на самом деле несанкционированные биографии, которые будут противоречить тщательно управляемому пиар-имиджу Сосексов и содержать неловкие, постыдные откровения. В частности, королевский комментатор Джонатан Сакердотти, в интервью изданию «Дейли Экспресс», говорит. Гэн Сакердотти продолжил. «Я уверен, что в ближайшем будущем родственники, отец, брат, сестра, будут говорить о герцогине Сосекской те вещи, которые она не желала бы услышать, которые, будь они обнародованы, ей бы не понравились. А Меган будут писаться книги, в которых будет масса неловких откровений. Я думаю, что несанкционированные биографии будут противовесом очень, очень тщательно управляемых пиар-усилий, того имиджа, который Сосексы создают себе. Возможно, Гарри и Меган нужно заранее обдумать, как им стоит реагировать на такого рода откровения». Джонатан Сакердотти заявил. «Я думаю, что Меган столкнется с довольно большой проблемой со стороны своей семьи. Она выключила их всех из своей жизни, в том числе отца, Томаса Маркла, который очень заботился о ней, как до совершеннолетия, так и после. Он платил за ее образование, да и потом явно поддерживал дочь. Сейчас она не общается с ним, а он нередко выступает с критикой в адрес поведения дочери и ее мужа, принца Гарри. Меган большую часть своей жизни прожила, не будучи связанной с королевской семьей. У нее был предыдущий брак, семейные неурядицы с родней, развод, карьера актрисы и модели. Кто знает, какие истории могут всплыть из ее прошлого, заинтересовать таблоиды и стать темами для постыдных для герцогини сосекской публикаций.